Всем привет! С вами снова я, принцесса Молдаванки, наш с вами блог «Те люди». Я говорила вам, что во вторник у нас будет регулярная рубрика новости, которую мы все с вами заслужили в этом прекрасном городе, в этой шикарной стране под названием Украина. Итак, первая новость, которую мы заслужили на этой неделе, нам наконец-то в Одесской области назначили нового губернатора. Какого-то шкипера, которого никто не знает в Одессе, оказывается, это какой-то киевский прокурор, его назначил сам президент Зеленский. Как всегда, ни о чем не спросили ни у одесситов, ни у жителей Одесской области, потому что всем давным-давно на нас начихать. Они просто ставят своих людей и перебирают денежными массами определенные потоки, с одного потока в другой поток. Но мы, как всегда, лохи, нам все равно, мы хотим играть в баскетбол, наслаждаться морем, солнцем и прекрасным южным отдыхом. Кстати, по поводу отдыха, Геннадий Леонидович, я вам, конечно, благодарна за этот шикарный муниципальный пляж, который вы для нас сделали, и дали нам возможность в этом году наконец-то покупаться. Но я бы вам была бы еще более благодарна, если бы вы наконец-то сделали бы туалеты на этой набережной фонтана, начиная с 16-й станции, заканчивая 10-й, где нет ни одного приличного общественного туалета. Я даже готова даже платить даже 5 гривен, даже 10 гривен. Сделайте нам эту возможность. Спасибо. Итак, перейдем к более центричным новостям. На этой неделе случился очередной языковый скандал, где, конечно же, в чудовом месте Львови. Там наш одесский парень позволил себе такую роскошь, как играть Цоя на гитаре в центре города. И, конечно же, к нему доебалась очередная больная на голову львовская какая-то депутатка с претензией, какого хера ты здесь будешь петь на русском языке. Знаете, что я хочу сказать? Я бы таких всех украиномовных больных на голову с претензиями к русскому языку, на котором говорят не только в Одессе, но и на половине мира, отправила бы куда-нибудь, не знаю, на курорт, в Затоку, закрыла бы там их всех. И хай бы там сидели бы и между собой общались и выявляли другу претензии. Если эти люди хотят жить в свободной Украине, в свободном мире, в котором мы с вами живем, то будьте добры, оставьте свои претензии при себе. А парень молодец, красавчик и Грестович, браво, наконец-то от него пошло здоровый глуст и заявление, на которое мы заслужили. Ну и последняя новость, о которой мне хотелось бы вам рассказать, это у нас в Одессе продолжается погоня за парнями, которые хотят отправлять на войну. А парня на войну уже никто не хочет идти, они хотят наслаждаться жизнью, играть в волейбол на пляжах Одессы. И бывают такие комедные ситуации, когда парня останавливают блокпост, он прямо со своей машины выбежал через поле, побежал прятаться от военкомата. Ну такие случаи показывают, мне кажется, ситуацию, позицию, гражданскую позицию этих людей, которые не хотят уже идти воевать, они хотят секса, моря, любви, красивых женщин, Одессы, приезжайте все в Одессу к нам на море, тут есть Лена и Катя, есть шикарная атмосфера для того, чтобы восстанавливать нервы и наслаждаться жизнью, и любовь победит. Субтитры сделал DimaTorzok